так дорогие друзья всем огромнейший приветик в предыдущем видосе я говорил про то что буду потом еще снимать разные эксперименты по переточке ножа и вот как раз хочу кое-что сделать а именно у меня есть дома такой вот нож я думаю что все знакомые с подобными ножами то есть он там не знаю ничего для хлеба может быть еще что то есть с одной стороны у него такие зазубрины с другой стороны у него такая кромка нож на мой взгляд бесполезная никогда не пользовался и вообще хотел выкинуть но прежде чем выкидывать я хочу попробовать что-нибудь из него сделать я хочу попробовать стащить вообще всю эту кромку сделать из него просто обычно режущий нож нож из икеи то есть если при ближайшем рассмотрении смотреть тут написано вот короче здесь написано икея и сделано что-то там как это рэп рэпов чина короче китай стали сделано в китае но шикеевским такая вот тематика вот и в прошлом видео я тоже также говорил про бесполезный на мой взгляд вот этот вот 120 камешек алмазный давайте сейчас попробуем что-нибудь предпринять сточить эту кромку большим камнем с большой зернистостью так закрепили нож кое-что забыл сказать лезвие ножа не имеет никакого никаких как сказать спусков по моему это называется я могу сейчас ошибаться то есть у него толщина лезвия где обух и где кромка одинаковая то есть он завод его никак не будет смотрел что он должен быть режущим я так понимаю если я все правильно говорю то что я не профессионал вот получится какая-то фигня скорее всего но это эксперимент ребята по идее нам нужно под каким-то совсем маленьким градусом сточить сделать подводы но конструкция точилки не позволяет точить меньше чем 10 градусов а этого наверное не очень достаточно градус 5 на то есть надо надо по идее вот так вот сточить совсем совсем в ноль чтобы был какой-то спуск но сделаем спуск 10 градусов посмотрим все равно либо выкидывать либо туда либо сюда взяли 120 камень и начинаем им царапать есть так внимательно посмотреть то вот эти зазубрины они еще имеют какой-то вот свой очередный шаг зазубрины поглубже и зазубрины поближе но сейчас пока мы идем и стесываем зазубрины которые более выступают так ребятки мы сточили выступающие вот эти вот зазубрины и добрались уже до внутренних как видите вот максимальная кромка которая возможна на этом станке 10 градусов на сторону идем дальше так ребята промежуточное включение чтобы посмотрели как идет работа видите остались только групп глубокие риски которые никак не спиливаются вот сейчас еще поработаю чтобы было прямо ровненько ровненько все ножку увеличу чтобы посмотреть в таком пробеженном состоянии можно было вот так вот сейчас выглядит лезвие ножа продолжаем работать так ребята точу точу но вот эти вот глубокие риски до конца так и не уходит я решил немного отвлечься от них и перейти по точить на другую сторону и понимаете почему там сделан такой скос вообще невероятный градусов 50 или 60 вот мы его переточим и потом вернемся на ту сторону еще поработаем там потому что надо как тот более равномерно что и действовать под очень немного здесь так ребятушки сточил просто уйму металла ну вот практически подхожу к концу то есть видно что там забирает металл уже практически по краю сенсы такого еще нету нот наверное еще минут 5-10 поработать и будем переворачивать на обратную сторону ну что ребята я думаю надо останавливаться на этом достигнутом так на это достигнутой кромки и немножечко еще поработаем на другой стороне там же еще оставались нас риски под сточим еще и потом наверно пойдем уже на понижение зерна потом пойдем 400 200 итак надоело немного уже пилить думаю надо уменьшать зернистость небольшие вот эти риски остались но наверное они подойдут сколько можно уже базюкать вот давайте поставим 200 камень и посмотрим что у нас получится чтобы так вот вам было видно при ближайшем рассмотрении то вот что-то подобное сейчас получилось такой вот колхоз короче говоря так где у нас там 200 к вот она вот я говорил зачем зачем вообще 120 к ну вот вот запиливать такие вот слои металла то есть если вы не собираетесь так вот перетачивать чего-то то 120 к вам в принципе не сильно то и нужно так поставили 200 поточим сейчас 2 соточкой я думаю риски подойдут много намазок ну ладно ну чё ребята рисочки подушли ну так там кое-где глубокие совсем остались я думаю сейчас переверну на на другую сторону немного поточу там есть что-то вот еще не понравится поточим еще здесь так поехали вторую сторону итак поточил с другой стороны перевернул еще немножечко с этой короче надоело мне это дело буду менять камешек на 400 уже просто чересчур долго я уделяю времени все это фигня что получится то получится ставлю 400 ставлю 400 и пойдем уже все это дело заполировать вот я не буду делать угол больше или меньше как правильно будет сказать то есть вот как он по 10 градусов шел я так и оставлю вот посмотрим что из этого выйдет я думаю будет все равно ерундистика ну как бы вот для каких-то целей этот нож пригодится ну что ж друзья поточил 400 потом немного поточил 600 сейчас прошел 800 и вот уже что-то тут стало вытанцовываться но конечно же такое ощущение что что не доточил я особенно вот на этой стороне прям вот такое ну здесь как бы такой заусенец что ли непонятный получилось еще что-то здесь кончик вот там черненький видно что я не доточил вот ну блин короче колхозная заточка будет что будет перехожу к тысячному перехожу к тысячному и будем все это дело завершать мне оно уже немножечко поднадоело такие объемы металла все-таки надо не камнями снимать а какой-то там механической механической фигней какой-нибудь ну идем тысячи потом три тысячи я уже не буду такие частые включения делать тоже под надоедает так ребятушки прошел тысячным прошел трехтысячным ну и в принципе сейчас я взял водный камень шеститысячным а после него пойдем уже пасты Гоя ну как-то вот не знаю мне результат если честно сказать как-то не нравится что-то не то ну как говорится как есть так есть в моем детстве юности была такая поговорка еще как бы она видимо советских времен отрицательный результат тоже результат так что посмотрим что у нас получится иду водным камнем шеститысячным прошелся я уже и пасты Гоя вот ну результат так себе я честно говоря что-то как тот мне не очень нравится ну пока вот я возился с ножом умудрился вот и немножечко порезаться блин что-то я там стал наглаживать это лезвие что-то туда-сюда блин как подушечку пальца резанул сейчас перики все промыл ай ну кровь пока не останавливается черт вот такие дела ну давайте снимать ножик больше я не буду его допиливать вот соблюдайте всегда правила безопасности не трогайте кромку ножа потому что чуть вы передавили не рассчитали силу и порезались вот такие дела сейчас протрем ну при ближайшем рассмотрении что у нас вышло если вы помните что кромка была ребристая то теперь она вот мы сточили в ровную вот это была обратная сторона где была просто большой угол вот видите вот где черное вот здесь я что-то там видимо не доточил поэтому я вот немного расстраиваюсь блин может не на весу смотреть ну вот наше лезвие соответственно как оно точилось под 10 градусов на сторону я так и оставил я не стал как бы делать вот типа псевдо подвода и потом уже делать кромку ну как было так и было вот эта сторона где было там типа 50 градусов а вот с этой стороны у нас были зазубрины кое-где видите все таки не доточил немножечко ребятки блин что за увеличение в этом телефоне вот ну типа такая зеркальная поверхность получилась режущей кромки ну и какое как я уже сказал я блин порезал вот ну всякие супер тесты проходить на помидорках мы не будем потому что нет лишних помидор сейчас ну я всегда говорил вернее не всегда в предыдущем видео что на а4 не особо стоит проверять ну блин не знаю как то он блин вот что то в нем есть недоточное то есть тот он видите нас режет как бы Блин что то тут вот не то я блин боюсь строгать его теперь то есть как бы вот как сказать в нем есть какие-то заусенции что ли остались то есть вот он на что то натыкается блин идет и натыкается на что то вот я в том деле пока не профессионал но вот что то там какие то зазубрины что ли остались не знаю Где в чем я косякнул, блин, боюсь так вот делать. Я как раз стал эти зазубры проверять, блин, и кончик пальца резанул случайно. Он офигенно острый, но в нем вот не хватает, не хватает какого-то вот, не знаю, как сказать. Вот сейчас, я думаю, хорошо видно, вот видите, не хватает того, что там вот остался вот этот заусенец, который, я не знаю, не могу убрать. Может быть, надо было камнем немножечко повысить градусы, и тогда этот заусенец ушел бы, но вот как-то вот он, как-то так. Какой-то заусенец, который не дает бритвенной остроты, в общем, вот, если говорить своими словами. Короче, ребята, я понял, в чем дело, я его просто-напросто, видимо, еще и не доточил. То есть, смотрите, вот здесь ровненько, а вот здесь вот, видите, какие фигни остались. То есть, это со старой заточки остались вот такие вот кромки-заусенцы, поэтому он вроде бы типа и острый, но он не режет бумагу. Вот, я его не доточил просто. Но, тем не менее, как я уже сказал, отрицательный результат тоже результат. Поэтому я сниму, я выложу это видео, я не ставлю там вот, не стану скрывать то, что вот у меня не получилось. Но, ребята, такие дела, не всегда все получается, не всегда все заканчивается хорошо. То есть, вот, эксперимент, он удался на 50%, наверное. То есть, я сточил старую заточку, но я не смог его заточить, как мне хотелось, да, какой-то бритвенной остроты. И второй момент, то есть, у него вот где обух, такая же толщина и здесь. У него нет вообще совершенно подводки. Этот нож предназначался там, видимо, для резки какого-то хлеба или еще что-то. Вот, они для, они как универсальный кухонный нож. Поэтому такой толстый нож, им невозможно будет нормально работать. То есть, он, ну, я не знаю для чего. Ну, может быть, какую-то вот заморозку, знаете, замороженные грибы достаешь, и тебе надо их расколоть. Вот такие толстые ножи как раз подходят. Его можно так вбить, там, так вот провернуть. Он не погнется так сильно и так быстро, как обычный тонкий нож. Вот какие-то вот такие, может быть, вещи я буду с ним делать. Ну, не знаю. Если вам это стало интересно, если вы досмотрели до конца и сейчас это слушаете, то напишите в комментах, хотите, чтобы я вторым видео еще раз его подточил, что-то подделал, вот, и рассказал, что с этим ножом потом я делал. Доточу ли вы до такого состояния, что там можно, там, не знаю, картошкой им чистили, еще что-то. Вот. Ну, вот так вот. Такой вот результатик, ребята. Всем спасибо, что смотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите новых видео, новых обзоров и новых рукожопий с затачиванием ножей. Но, тем не менее, все равно, хоть что-то, но мне удалось. Я думаю, вы с этим согласитесь. Все, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok